так цинирария подросла уже неплохо ну почему-то она у меня начала чахнуть и один лоточек сеянцами у меня полностью погиб это цинирария кровавая смесь сортов и вот сегодня я пересажу стали вешать головки также была цинирария симпатия но их я уже рассадила рассаживать я буду по 2 штучки в стаканчик сейчас начну делать стараться вместе с комом земли достать сильно углублять я их не буду потому что у них растет листик прямо отсюда я надеюсь на то что это растение хорошо переносит пикировку и они у меня достаточно быстро приживутся покрышечка вместе друг от друга отделить думаю на первое время им будет этого достаточно объема в дом ближе к лету будет видно когда подрастут можно будет пересадить уже в горшки побольше и на постоянном сейчас тоже понаблюдаю посмотрю как не переживутся как себя будут чувствовать сейчас просто тоже после пикировки поставлю в светлое место не солнечная через несколько дней как они придут в себя начнут подниматься потом уже можно будет переставлять вместо посветлее и поярче неудачно у меня получается этот раз чуть-чуть чуть-чуть не понравилось или ухаживала я неправильно хотя не переливала сейчас наоборот достаточно более такие светлые яркие дни что-то не пошли они начали или возможно им уже здесь не хватает места для корешков ну хотя корневая достаточно у них неплохая раз я не буду стараться для корневой системы им что-то делать добрые максимум где-то через недели две раньше не буду их добрать чтобы и не сгорели да им уже по корешкам действительно в этой маленькой плошки достаточно мало места в следующий раз если я буду их сеять также семенами буду стараться лучше высевать сразу в стаканчике по несколько штучек так как схожесть у них достаточно хорошая лучше уж потом проредить и пересадить также другой стаканчик сильно стараюсь землю не утрамбовывать грунт грунт кстати использую обыкновенный универсальный покупной уже готовый принципе крышочки хорошие все еще один можно Вот готово. Можно немножко полить. Я обычно чуть-чуть поливаю. Когда побольше пропитается, лучше полить еще на раз. Где-то можно даже минут через 15, когда первый упадет, потом еще чуть-чуть, чтобы не было перелива и не вымыть сильно землю. И по мере роста, естественно, потом подсыпать сверху грунт. И так же с колеусами получилось. Толкнула руку и перелила. Главное не перелить и чтобы вместо точки роста листиков не попадала ни вода, ни земля. Потому что я уже который раз убеждаюсь, что угибнет. Потом саженец. Спасибо за просмотр. Дальше у нас пойдет пикировка гипоэстаса и катарантуса.